Поймите, что в своих отношениях с своими мужчинами вам нужно этот момент четко смотреть. Не давайте ничего просто так. И это будет надолго от этой позиции уберегать мужчину. Смотрим дальше. По поводу того, что произошло. Посмотрите с точки зрения того, что у вас случилось. Во-первых, он вас обманул. Вот мы говорим о том, чтобы вы не страдали просто. Во-первых, он вас обманул. Это нужно четко и всегда помнить. То есть, он это непорядочно. Вот как бы вы договор, по сути, вы договор заключали. Устный, не нотарица. Но вы ему поверили. Правда? Да. А он вас обманул. И, в принципе, по-нашинскому, кидалово такое произошло. То есть, он... И когда вы будете снова... Вам нужно... Как бы вам снова нужно переосмыслить все, что между вами произошло. Когда вы будете снова смотреть, просматривать это прошлое. Сначала разделите его и папу. Потом разжалуйте его из вашего ребенка, которого вы полюбили, решили о нем заботиться. Да, там, как бы до этого сам. Да, кстати, что еще происходит? Когда рождается, ну, ребенок, его же разжалуют. Ну, в смысле, муж же разжалуют из статуса ребенка. Ему уже все, никуда. Теперь он должен... Ему... Некоторые мужчины... Ого, было так классно. А сейчас, типа, она на этот маленький комочек, кричащий всю силу внимания, она его любит, а меня уже нет. Нет, такого нет. Да. То есть, вам разжалуйте его. То есть, потому что, если вы еще будете его любить, как ребенок, а это, в принципе, чаще всего, знаете, я его жалею. Вот это. Она его за муки полюбила, а он ее за сострадание к ним. То есть, жалость, если вы к нему испытываете жалость, то вы сильно ошибаетесь. Во-первых, хочу сказать, что жалость унижает. По идее, достойный мужчина, да, он не нуждается в жалости. Он сам справится со всеми своими проблемами. Он самодостаточный. И у него есть избыток, который он дарит своей женщине. Они тоже говорят, я вот нуждаюсь неплохо без женщины. Прикинь, какая-то женщина, дай мне сессию, накорми меня. Но это не мужчина. Это ребенок, да, который ожидает, что его это самое. Вот ребенок может такую, кстати, изображать настоящего мужчину на время, да, вот, понимаешь. И если он самодостаточный, то, в принципе, он должен выполнить все свои обязательства, которые он... Разжаловать его из ребенка, не жалеть его. И не думать, что он там, бедненький, без меня делает, да. А может, он сопьется. А может, он там лежит теперь, там, весь пьяный, в рыданиях, и мучается, вспоминает. Он такой хорошенький, он такой миленький, он такой забавный. И это, может быть, женщина, знаете, проснулась такое, сопит что-то рядом, да, там, такое... Все равно это материнское. В принципе, чем женщина, как бы, по идее, да, половая льва? Мужественностью. Блин, там, не знаю, морду кому-то дал, да, там, блин, денег, ну, в какой-то конкурентной борьбе побеждает, да. Молодец, вот он. Я восхищаюсь им, его вот таким качеством. Вот это, вот, сугубо половое чувство к женщине, к мужчине, да, то есть, за его мужские качества. Восхищаюсь, поэтому, вот, для меня он самый лучший, да, вот, я его так вижу. А все остальное, вот это вот тюси-пуси-муси, это самое, оно немножко, конечно, романтическим женщинам свойственно. У вас, наверное, есть романтический компонент, но это не к мужчине, не, это не к мужчине. Это удовлетворение собственных романтических потребностей, да, то есть такое. Присмотритесь к нему, сколько у него мужественности. Это держать слово, это держать слово, это из ключевых мужских качеств, которые, а вот, а вот здесь у него пробел, да, то есть здесь у него, как бы, вот, вы хотя бы, если бы видели, что он пытается держать слово, да, то можно так, ну, пытается, что-то ему мешает там внутренне. И, да, и если он, как вот это, да, я хозяин своего слова, я его дал, я его забрал, да, или там, когда захочу, тогда выполню, это, это вот, в принципе, то есть, вот здесь нет у него этого качества, это нужно помнить. Ну, не до роста.